Несмотря на то, что число заболевших новой вирусной инфекцией и пневмонией в последнее время существенно не увеличивается, врачи предупреждают успокаиваться рано. К новым добавились старые сезонные заболевания, привычные ОРВИ и грипп. Причем во Всемирной организации здравоохранения уже предупреждали, в этом году нас могут атаковать новые штаммы, которым пока нет иммунитета. Поэтому прививка от гриппа сейчас актуальна как никогда. И в республике уже полным ходом идет вакцинация. Десятки тысяч вакцин в трех видах наше Министерство здравоохранения накануне получило из России. Их распределили по всем городам и районам. И в амбулаториях Брянки уже вовсю кипит вакцинация. Особое внимание на категорию населения, которая относится к группе высокого риска заболеваемости. Это медработники, школьники, педагоги, пожилые люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и сотрудники силовых структур. Для взрослого населения мы получили 1876 доз вакцины. 176 доз ультрикса и 1700 флюэм. Флюэм – это новая вакцина, с которой ранее мы не работали. Для детей мы получили 440 доз вакцины гриппол. Врачи говорят, вакцинация – самый эффективный способ профилактики вирусных инфекций. Даже если после прививки не удастся избежать заболевания, оно будет протекать в более легкой форме. И самое главное – без осложнений и летального исхода. Вакцинация – это самый надежный способ предупреждения заболевания гриппом, которое является очень серьезным заболеванием и дает тяжелые осложнения. Поэтому мы призываем население серьезно отнестись к этой проблеме и прийти и получить прививку в прививочных кабинетах учреждений города. Такими же препаратами иммунитет гриппу вырабатывают и у жителей Алчевска. Более 3000 доз вакцин флюэм и ультрикс тоже получили из России. Препараты борются с наиболее распространенными штаммами гриппа типа А и Б. После вакцинации антитела появляются в организме через 8-12 дней и вырабатывается иммунитет стойкий до 12 месяцев. Но прежде чем получить вакцину, пациент обязательно осматривается врачом. И даже после процедуры он находится под наблюдением еще 30 минут. Юлия Резникова, Вести, Луганск, 24.